Аутентичные костюмы, бубны и гармоники, народные спевы, заводные танцы. Фестивальному руху Берагиня 20 годов. Его проводят разу два года. Самые талиновитые фольклорные коллективы Беларуси, а так само удельники из Российской Федерации и Латвии, приехали у Октябрьский на юбилейный 10-й фестиваль. Наш корреспондент Марина Джалая доведалась, как у невеликим городским поселку отримливается ладить такие масштабные святы. Филипп Катярынич уже 7 лет играет, спевая в узорном фольклорном ансамбле «Рудобельские зорочки». На днях коллектив отзнашил свое 20-ти годе. Выступить на фестивале Берагиня хлопец приехал из Минска, где заразвучится. Для меня это очень приятно сюда приехать. Я буду выступать тут как и за свой коллектив, так и за коллектив от Университета культуры. Побач Яна Забродская. Яна улику «Рудобельских зорочек» первый год. Кажет, что на репетиции и выступления идёт шмак часу, али гэта завсёдует только у радость. Вельми подобается ходить. Были такие сябры, которые говорили, что не надо. Пошли гулять на улицу, а я всё-таки предана своему ансамблю и буду ходить до конца. Девчинки из ансамбля «Променщики» до юбилейной Берагини рыхтовались целый год. Хвалюются перед выступлением, бо выйти на сцену перед такой колькостью глядачу вельми отказно, али не меньше приемно. Берагини будет кружить в своём творчем карагоде аж до недели. Всё лето удельниками фестивалю стали свыше 800 человек. Кины приехали из всех областей Беларуси, из России и Латвии. И это действительно так. Берагини – один у Беларуси фольклорный фестиваль республиканского взрывня, который проходит у невеликого городского посёлка. Конечно, мы все готовимся к этому мероприятию. И люди относятся к этому делу, в всяком случае, жители городского посёлка, жители района к этому делу относятся со всей ответственностью и переживанием. Как провести юбилейное свято селета, спотребилось около 70 тысяч рублей. Это гроши с мясового и областного бюджета, от спонсоров района, с Министерства культуры и от громадских объединений. Агульная мара организаторов отримливать больше серьезную материальную поддержку для проведения фестивалю. Бо это уникальное мероприемство, якое повинно жить, расти и развиваться. Об этом кажут и замежные эксперты, которые приехали на Берагиню оценивать мастерство выканавцев. Это целое направление развития творчества, аутентичного искусства Беларуси. То люди, которые уйдут, с ними уйдет и пласт вот этой работы. Это я так понимаю. Фестиваль уникальный, он скрыванный на белорусскость, скрыванный на глубинные краневые традиции, але кожной своей мясовости именно вита скрыванный на локальную культуру. Во всех проявах, это и танец сольный, это и парный, это и гуртовый, это и польки шматфигурные, шматкаленные кадрыли, это обрадовые песни, позабрадовые песни, это музыка своей мясовости, этничной группы, это и костюмы строи. Будем сподеваться, что праздва годы Октябрьский знов сберет гостей и якмага большу дельников на черговой бирогине. Марина Джалая, Василь Осипцо, телерадио-компания «Гомель» из Октябрьского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова